Доброе утро! Сегодня у нас действительно доброе. Началось с того, что Рея и Марвин привезли нам крабов. Очень красивые. Приятно пахнут. И я сделал это, потому что я сделал это полный ингредиентов, не как раньше. Я просто приготовила, как обычный. Как сейчас я сделал это специально. Специально? О, правда? Это не очень хорошо. Да, и это живо, из океана. Да, и это живо. Это не из океана. Да, это из океана. 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 Да. Рея и Марвин сказали, что у них дела, поэтому уехали быстро, сказали, что встретимся в следующий раз, посидим, вот, а у нас Дарлин такой прекрасный завтрак, крабики, да, пахнет очень вкусно, такие большие, ммм, what is this crab? It's like blue crab, blue crab, why blue, if it's red, it was blue, it was blue, yeah, and then when you cooked it, it becomes red, nice, and it's like, like, pitniste, yeah, soon we will take crabs from ocean, we get them, they want to, I'm excited, yeah, I'm excited, we will have a night and we have this, like, light, and I remember a song when I was child, yeah, in school, it was a song about blue crab, yeah, yeah, I don't remember, but it was like, uh, синий краб, синий краб, он приснился мне во сне, у него восемь лап, две огромные клешни и серебряные звезды на спине, Yeah, like, blue crab, I saw it in my dream, yeah, yeah, uh, he has eight, uh, legs, and two big, uh, what is this? Yeah, it's about this, yeah, do you have blue crabs in your, I don't know, maybe it's only in tropical, might be it, yeah, I just, not professional, yeah, I even don't know, really, very much how to eat it, but we need, like, crab, in Philippines, we just, like, like, so, but Borea don't, like, yeah, maybe, yeah, 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 thank you, you're welcome, it's so tasty sauce, Сейчас мы хотим рассказать вам хорошую новость, мы приобрели новые инструменты, вот, они к нам пришли, у нас есть вот эта коробочка и здесь еще две коробки, вот, давайте откроем, посмотрим, что внутри. So, we want to use these tools to renovate our kitchen, our bathroom, yeah, and build our house, yes, so, that's, we're buying little by little, yeah, вот такой шуруповерт, what is it? How is this in English? What is this tool? Drill, it's a 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 battery, with battery, with battery, where is the battery, where is the battery, because I bought it only drill, здесь нет батареи в комплекте, потому что я специально покупал отдельно, батареи есть в другом инструменте и они взаимозаменяемые, отлично, здесь у нас перфоратор и болгарка, как она правильно называется, угловая шлифовальная машина, по-моему, This is grinder, this is rotary hammer, rotary hammer, rotary hammer, oh, here, look, with the bag, yeah, not bag, case, with the case, with the case, yeah, О, отлично, да, я покупал их в наборе, вот этот набор, потому что так они выходят дешевле, чем по отдельности, работает, да, работает, 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 Why with me here just like some E-E, yeah? Oh, you're strong, more? Oh, I don't know. You scared? I'm scared. Oh, you're scared. Отлично, с плавным пуском, совсем хорошая болгарка. Тут есть в комплекте зарядное устройство для аккумуляторов, ручки, ключ, защита, здесь у нас перфоратор. Да, для мужчин это как игрушки, которых всегда мало, которых всегда не хватает. Для цемент, для стены, для стены, для стены, для стены, для стены, а для этого можно брить дерево, или металл, и закрепить скрю. Этот инструмент называется Инко, компания Инко. Я никогда им не работал. В России у меня было много инструмента, и в основном это был весь профессиональный инструмент. Деволт, Макита, Бош, то есть вот основные фирмы. Я всегда боялся покупать более дешевый инструмент, не такой известный, потому что я занимался строительством еще до реставрации хаты Атамана, строил дома каркасные. Вот, поэтому нужен был инструмент постоянно, чтобы не было с ним проблем. Вот, когда я переезжал на Филиппины, мне пришлось его продать, естественно, дешево. Большинство инструментов, весь основной инструмент я продал. Да, и взял сюда на Филиппины только несколько небольших вещей, которые я смог увезти с собой в чемодане. Они там есть, у меня пневмопистолеты, что еще, плазморез. Инструмент профессиональный, купить здесь те же Бош, Деволт можно. Есть магазины и Макита, но он дорогой, и поэтому сразу купить хороший комплект инструмента, это довольно дорого. К тому же, если покупать инструмент на аккумуляторах, это, соответственно, еще будет дороже. Потому что в России я, ну, из аккумуляторных инструментов у меня были только, наверное, шуруповерты. А здесь мы хотим начать работу на ферме, и всегда под рукой будет электричество, розетка. Поэтому я решил покупать вот уже аккумуляторный инструмент одной какой-то фирмы и выбрал Инго. Неизвестная для меня компания раньше была, но на Филиппинах она довольно популярная. Здесь есть сервисные центры, и у этой компании есть как такой для домашнего использования инструмент, так и профессиональный. А это уже о многом говорит, потому что раз они выпускают профессиональные инструменты уже не один год, и эта компания, у нее есть свой конкретный бренд, то я понял, что можно брать. Я почитал в интернете разные отзывы, цена, качество как бы очень соответствуют. И, к примеру, если брать Деволт, у него батареи вот такие стоят в три раза дороже. То есть, чтобы набрать просто батареи к этому инструменту, ну и сам инструмент, естественно, дороже. Поэтому я решил брать Инго. У нас есть еще один инструмент. Давайте посмотрим. Велдинг-машин! Да! О! Это сварка, сварочный аппарат. Ну, мы выбрали Total, потому что вот в этой линейке такой же инструмент Инго был дороже. Может быть, просто у другого магазина был дороже. Поэтому мы выбрали Total, то есть это, в принципе, то же самое, что и Инго. Да, это же, в самом компании? Да, это же. В самом компании? Да, это, в принципе, они, как, как, один компаний, у них два бренды, эти инструменты, как, в Тотал и Инго, они же, они же. Даже если вы покупаете батареи, да, вы можете помочь. Да, это все. Это просто цвет, но цвет. И эта вёльдин-машина, это индустриальная, специальная, и эта вёльдин-машина 320 ампер. 320? Да. Это можно работать с длинным металом. Но и мужчины меня поймут, что в такой момент это очень приятное чувство. Да, когда у тебя появляется инструмент, это даёт возможности. Потому что, конечно, топором, молотком можно что-то построить, но сейчас всё-таки без инструмента многие вещи ты не сделаешь. Но мы нужны инструменты для дерева. Я не знаю, что это, но окей. Я думала, Борис, что ты можешь купить, что ты думаешь, что мы нужны. Потому что я не знаю о инструментах. Спасибо, папа. Окей, я тебе научу работу. Ты уже знаешь, как работать с граскаттером. Я люблю мой граскаттер. Ювел Велдин. Интересно, что наша подруга Рея, она сварщица. Она работала в компании, где варила, работала плазморезом. То есть выпускали какую-то мебель, там ещё разные вещи. Так что здесь, на Филиппинах, много женщин, которые занимаются такой же работой, как и мужчины. То есть для них это не составляет какого-то труда и нет такого прям серьёзного разделения. Дарлин говорит, что женщины-сварщицы, у них меньше дрожит рука. То есть их некоторые компании набирают даже больше, чем мужчин. Да. Я просто слышала про это. Ты слышала? Да. Некоторые моих коллеги, которые работают в больших компаниях. Да. Сейчас мы немного busy. Потому что люди называют нас о земле. Да. 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 Так что от этого лучше, которые выбрали какие-то проблемы. Но мы должны выбрать несколько документов, как зонится, и промит. потому что мы хотим поставить электричество на наш дом, поэтому мы должны иметь разрешение. И скоро мы должны идти в Давау, чтобы поменять адрес, потому что для foreigners в Филиппинез, если вы помените адрес, то мы должны идти в офисе в Давау. И еще, друзья, я хочу сделать небольшое объявление. В связи с тем, что в России замедляется YouTube, и многие люди написали в комментариях, что они не могут нормально посмотреть видео, я стал заливать те же самые ролики с канала на дзен. Да. Ссылка будет в описании. Вот вы сможете перейти и в нормальном качестве посмотреть наши ролики, новое видео. И мы с вами не потеряем эту связь, потому что много хороших людей тоже есть в России, которым интересно наблюдать за нашей жизнью, за нашими достижениями. Вот. Поэтому добро пожаловать на дзен. Там канал так и называется «Жизнь на острове». Подпишитесь. Подпишитесь на каналы Жизнь на острове. Подпишитесь. Подпишитесь на канал, пожалуйста, потому что много людей нас смотрят без подписки. Для вас это будет не сложно, а нам это будет и очень приятно, и очень поможет развитию нашего канала. Поставьте лайк, подпишитесь, оставьте комментарий. Также мы купили разные крепежи. Есть анкера, кисточки, хамуты, шлифовальные диски для болгарки. А здесь у нас заклепки. Другие разные саморезы. Дюбель-гвозди. Электроды для сварки пока в пути, не пришли. Но есть маска, я хочу показать Дарлин солнце. Ты видел солнце? Нет, никогда не видел? Нет. Почему? Твои глаза будут... Ага. Я не вижу ничего. Да, я посмотрю на солнце. Может? Да. Что если я пошел? Нет. Сначала это. Сначала это. Да, и посмотрите на солнце. Где солнце? А-а-а. Ты видишь? Да. Это зеленое. Зеленое? Да. Это зеленое. Зеленое? Это двигается. Может быть, ты двигаешься? Или это... Что это? Это зеленое? Я думаю. А-а-а. Действительно, зеленое. Я прикрепил здесь между деревьев гамак. Дарлин попросила, и я сделал для нее такое место для отдыха. Нам нравится жизнь здесь, в Суригао-дель-Сур. Такая спокойная, размеренная. Здесь природа и чистый воздух. Я за месяц жизни здесь ни разу не видел самолет, пролетающий в небе там, или вертолет. Потому что ближайший аэропорт от нас находится в Бутуане. Примерно три часа езды. Конечно, если нужно, можно поехать и полететь оттуда. Но мы поняли, что для обычной жизни не так важен аэропорт рядом с нами. А каждый день жить в экологическом месте, это, наверное, более важно. Ночи здесь очень приятные. Примерно 25 градусов. Мы спим без вентилятора, без кондиционера. Отлично. Днем прекрасно можно посидеть вот в тени, и тоже не слишком жарко. Конечно, в доме сейчас там как печка, да. Там нужен вентилятор, потому что крыша металлическая. Вот. А ночью хорошо, очень комфортно спать. Просто открытые окна. Здесь много иностранцев. С некоторыми из них мы уже познакомились. И из Америки, и из Пакистана, да. У них свои бизнесы, они занимаются, у них тоже есть земля. Они женаты на Филиппинках и живут дольше, чем мы здесь. Приятные люди. Скоро к нам приедет наш друг. Но у нас нет комнаты, где его поселить. Он сказал, не беда, я поживу в палатке рядом с вами. Мы с Дарлин задумались, где же выбрать лучше место для него. Сначала мы хотели вот там, где полили кучу наверху. Но потом мы подумали, что будет удобнее поселить его вот здесь. Дарлин смеется, потому что это место, здесь был загон для скота. Не знаю, кого здесь держали. Ну, такая огороженная клетка. Но мы, конечно, не будем селить его в клетки. Да, просто там есть цементированная площадка. И держали животное давно, уже дождями все это пролило, прочистило. Потому что здесь нет навеса, а ливни такие сильные идут. Вот такая загородка. Она нам уже не пригодится. Но вот здесь есть бетонная площадка. Мы очистим ее, уберем вот это все. Вот там подсыпем кое-где. И будет отлично. Здесь есть тень от деревьев. Рядом с нашим домом. То есть можно будет провести ему электричество. Интернет. Будет ловить Wi-Fi у него. Отлично. Я буду чистить его очень хорошо. Так что не волнуйся. Я думаю, что у него был этот бобой уже много лет назад. Так что он не вкусил. И я думаю, что мы возьмем кофе из этих деревьев. Так что он не будет падать на его тенге. Он хотел иметь тенге здесь. Да. Мы хотели сделать маленькое дом для него. Но он сказал, что он хотел... Это как кемпинг. Так что, окей. У меня нет гвоздодера все еще. И я поэтому буду пользоваться только молотком. Ты еще плюс кином? Ф oppos Peramelон. Звук растворUTел, Звук рапплинт, что это? что это? мы получили пакет! это посылка от нашего подписчика мы не знаем точно, откуда она здесь есть штамп из Америки обратного адреса нет давайте откроем, посмотрим, что внутри я думаю, это книга книга? да книга красиво это для тебя, может быть правда? да это книга? это книга отличная книга для работы с деревом да хорошие иллюстрации все на английском языке да по столярным работам очень хорошо ты можешь создать кабинеты да? да спасибо большое это для тебя? это святое или для меня большой я думаю, это для тебя это красиво красиво, да? красиво ты думаешь, это для меня какие-то красивые красиво красиво ты выглядит как айскрем айскрем хорошая, цветная но это для холодного воздуха если мы идем в другую страну или мы идем в Багио я люблю это я тоже люблю спасибо что это? лошадь что это? может быть это для меня может быть это для тебя спасибо это для тебя это одежда 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 красиво если мы в Багио спасибо спасибо я его использую я согласен это Калифорния смотри мы есть Лос Аньчелес мы получаем деньги спасибо большое к Барису и Дарлин я надеюсь, это помогает тебе немного из вашего фанта YouTube мам Марилу спасибо большое спасибо большое спасибо большое спасибо большое я поставлю это вот здесь corned beef corned beef? да ox и пом и это пом и это и это я хотела купить это в супермаркете но это очень дорого здесь в Филиппинской спасибо спасибо 2 2 2 и это очень очень хорошо спасибо 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 я очень счастлива спасибо очень спасибо это для тебя я для меня для тебя это очень хорошо я хотел купить это самое материальное как я хочу а красиво 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 хорошо потому что мои руки они как в солнце не 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 красивый у что? 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 извините! здесь много машин, поэтому мы не сможем делать видео крема сахар сахар вкус 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 сахары смир 5 Или это пейтинг? Да, это пейтинг. Коробка из кореновки! Да? Да. Коробка из кореновки? Ага. Чонки коробка. Ай, чонки каус. Как каусы в Нью-Зеланды. И в России. Дарлин испекла вечером блинов. И сейчас мы отправимся к Рее и её семье, угостим их. Они впервые попробуют блины. Да. Да. Я надеюсь, они любят. Я надеюсь, тоже. Ну, вот так. Д Casimo. Мерп where has her dolphins rum. Игра мор pagами었 мин, он работаетται Alan. А тыgr. uetру здесь. Какая. Привет! Привет! Субтитры сделал DimaTorzok это просто может быть это можно еще разобраться это будет лучше это будет лучше нет 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 вы не знаете Дарна не может быть это будет хорошо они нравятся И здесь нет чоколады, только чоколады. Это не чоколады, да? Что? Она любит! Это еще и он! Смотри, смотри! Уй! Глобин куру! Глобин куру! Это еще и он! Это куру! Это куру! Какого-какуната? Да, какого-какуната. Это куру! Это куру! Это как шампайн, но это как-то красиво. Это вкусно? Это вкусно? О, это милень. Да, это не вкусно. Как мы называем это? Это вкусно. Это вкусно, но это вкусно. Так и вкусно. Ты любила? Да, это вкусно. Это вкусно. Доброе утро! Сегодня я наконец-то закончил загрузку своих роликов на дзен их оказалось 130 очень долго много времени заняло и за это время мне пришли еще несколько посылок вот такая циркулярная ручная пила на аккумуляторной батарее отлично первый раз держу в руках циркулярную пилу на аккумуляторе обычно всегда пользовался с кабелем и многие кто работал таким инструментом знают что часто эти кабели перерезаются часто у людей перемотаны изолентой потому что он так и норовит попасть под диск а здесь удобно можно работать хоть на крыше хоть и где не нужно тянуть за собой переноску тоже здесь есть шлифовальная машина с небольшим с небольшим уже аккумулятором здесь на 2 ампера здесь на 4 отлично мне нравится также мне пришли электроды сварочные эти 3 миллиметра тройка и два с половиной здесь на филиппинах чаще используют металл довольно тонкий я заметил поэтому я взял двойку ту тоже я показал Дарлин инструменты и ей понравилась шлиф машинка мы уже нашли применение для нее ее можно использовать как массажер пикл пиклс 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 пикл пиклс 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 и нет 뜯рый что-то очень красиво тебе мне приходят ааа хорош Когда есть инструмент, всегда ему можно найти еще какое-то применение. Вот, например, мы уже стали сверлить кокосы, добывать сок намного проще, чем махать мачете.